друзья доброго времени суток мы продолжаем курс lightroom от а то я и сегодня у нас второй урок в котором мы будем обрабатывать фотографию если вы только что присоединились к нами не забудьте посмотреть первый урок в котором мы говорили про настройку про интерфейс изучили импорт фото основные горячие клавиши и сегодня мы непосредственно приступаем сразу к обработке а сейчас я вам посоветую подписаться на мой канал для того чтобы не пропустить следующие уроки данного курса но мы друзья не будем терять и времени и приступим непосредственно к уроку и так обработка фотографии итак друзья перед нами вот такая вот замечательная фотография из путешествий у вас наверняка много подобных похожих фотографий этот я снимок выбрал неспроста потому что на нем можно наглядно показать действие того или иного инструмента lightroom за обработку отвечает панель которая находится справа и давайте мы пойдем с вами в хронологическом порядке как удобнее обрабатывать фотографии друзья хотелось бы отдельно поговорить по гистограмме в сети вы найдете очень много длинных и нудных уроков которым вам будут рассказывать что такое гистограмма для чего она но я вам выскажу свое мнение вообще касательно гистограммы все фотографы делятся на два лагеря по одну сторону баррикад говорят что с гистограммы работать необходимо это один из важных инструментов необходимо всегда обращать на него внимание и выставлять правильные параметры а по другую сторону баррикад есть другие фотографы и как правило эти фотографы работают в коммерческой фотографии то есть они фотографии зарабатывают деньги так вот они уверяют что на гистограмму вообще обращать внимание не нужно я даже вам больше скажу многие фотографы коммерческие гистограмму просто скрывают они вообще не обращают на нее внимание они доверяют только лишь своему глазу но я не являюсь приверженцем ни одного лагеря не другого я занимаю такую скажем так среднюю позицию я конечно же доверяю своему взгляду своему глазу своему вкусу но в то же время я всегда обращаю внимание на гистограмму если я вижу что моя гистограмма завалено влево вот таким вот образом или вправо то я могу всегда определить она слишком темная у меня то есть недоэкспонированная либо слишком светлая так вот если посмотреть на это изображение то мы сразу с вами видим что фотография темноватая и до снимок был сделан в тот момент когда я стоял в тени вы видите что прям диагональ разделяет фотографию на два изображения по свету то есть левая часть по диагонали темная правая очень светлая камере конечно тяжело определиться с экспозиции в такой ситуации поэтому фотография получилась слегка немного темновато и мы это видим по гистограмме которую нас завалилась немного влево если вы будете водить курсором мыши по самой гистограмме то вы увидите что у вас активируются определенные зоны и выделяются вот таким вот серым светом потому что в lightroom гистограмма она активна и вы можете настроить экспозицию непосредственно двигая саму гистограмму но я вам сразу скажу это не очень удобно поэтому лучше пользоваться вот этими ползунками и вот эта вот часть она называется базовая обработка видите здесь даже написано основные то есть это основные настройки при обработке фотографии давайте поправим немного экспозицию сделаю я вот таким вот образом в так фотография мне кажется более светлый более насыщенный и сразу же хочу поделиться с вами небольшим секретом или как принято говорить лайфхаком никогда не обрабатывайте фотографию прям в темноте в темной комнате и никогда не обрабатывайте свои снимки в светлой комнате в первом случае вы скорее всего получите слишком темное изображение в другом слишком светлое я как правило обрабатываю фотографии когда у меня такие ну скажем легкие сумерки то есть не светло и не темно если на улице день то я как правило опускаю жалюзи но закрываю их не до конца оставляю все-таки небольшие щелки света чтобы в моей комнате не было совсем темно и вот такое какое-то вот среднее по свету состояние скажем так окружение позволяет как мне кажется подобрать наиболее правильные параметры экспозиции контраста света теневого рисунка и так друзья после того как вы поправили экспозицию то разумнее всего конечно же продолжать работать в базовых в основных настройках но я вам советую сначала сделать crop изображения для того чтобы на эту фотографию просто приятно было смотреть тогда интереснее будет работать с цветом и тонировкой так вот следующим шагом мы давайте опустим наши настроечки вниз перейдем в трансформацию и если вы камеру держали достаточно ровно старались получить ровную геометрию в кадре то как правило кнопочка авто очень хорошо и эффективно отработает вот видите как в моем случае ориентироваться я буду по центральному зданию вот поэтому и вот этот вот памятник я поставлю ровно для этого мне нужно просто ползунок поворот покрутить немного влево и как я только подношу сюда курсор вы видите появляется сетка по которой можно ориентироваться вот друзья мои никакой хитрости тут нет и после того как вы поработали с этим инструментом у вас может получиться вот такие вот уголки не заполнены изображением если вы кликните вот сюда вот галочку ограничить по деформации то фотография просто слегка растянется для того чтобы заполнить полностью весь прямоугольник и так здесь достаточно все интеллектуально понятно если вас интересует более подробно как работать с геометрией в кадре у меня для этого есть отдельный видеоролик ссылка на него будет в описании под видео если вы хотите более подробно изучить данный инструментарий в том числе и вот эти направляющие вы можете дополнительно посмотреть этот урок это конечно же будет полезно и всегда вам пригодится при обработке итак друзья следующий шаг мы с вами выправили геометрию в кадре фотография у нас получилось ровненькая на нее смотреть уже более приятно давайте вернемся опять в базовые настройки но пойдем мы сейчас с вами не в эту панельку а сделаем мы с вами crop то есть мы с вами обрежем фотографию так как мы хотели бы ее видеть в том месте в котором мы любим выкладывать свои фотографии я сейчас свои снимки размещаю в двух местах это в инстаграме и на замечательном сайте 500 пикселей кстати заглядывайте в мой инстаграм ссылочка будет в описании подпишитесь там и после этого можете забрать подарок который будет находиться по ссылке в шапке профиля так вот в инстаграме я выкладываю фотографии кропнутые размером 4 на 5 и давайте сразу обратим внимание у нас вот эта панелька достаточно интересная здесь есть несколько инструментов но сегодня мы не будем с вами работать с более сложными инструментами мы сегодня с вами изучим самый простой инструмент этой панельки то есть это crop обрезка которую также можно вызвать кнопочкой r и работая с горячими клавишами не забывайте что у вас должна быть включена английская раскладка иначе горячие клавиши скорее всего просто работать не будут итак кликаем crop у нас появляется вот такая вот сетка друзья не забывайте что у нас это экспресс-курс мы проходим только самые полезные нужные инструменты а в следующих курсах мы с вами будем изучать каждую панель более подробно сейчас наша задача это быстро и оперативно научиться обрабатывать фотографии и так вот здесь оригинал мы видим две стрелочки вверх и вниз и здесь мы можем выбрать с вами crop 4 на 5 это тот crop который как раз у нас в инстаграме и в инстаграме можно использовать два кропа это один на один квадрат либо 4 на 5 я люблю использовать 4 на 5 так мне кажется намного интереснее когда фотография занимает практически весь экран телефона давайте для начала мы с вами сделаем crop 4 на 5 и так как у нас оригинал фотографии находится в альбомном формате то соответственно и рамочка 4 на 5 также у нас ну как бы легла на бок нам необходимо подвести вот сюда в угол появится вот такая стрелочка виде крестика подвинуть слегка влево и немного вверх и теперь мы сможем с вами двигать изображение сама рамка находится у нас по центру и можем выставить crop для инстаграма вот такой crop я делаю для своего инстаграма и таким образом друзья вы можете выбрать тот crop который вам нравится также вы можете выбрать crop 16 на 9 кинематографичный но так как мы нашу рамку повернули в книжный формат соответственно она у нас так и сохранится мы можем вернуть назад вот сюда курсором в уголке мы расширяем рамку и для того чтобы нам теперь обрезать фотографию нам необходимо кликнуть кнопочку enter все наша фотография обрезалась и теперь смотрите друзья если нам crop не понравился и мы хотим в нем что-то изменить нам нужно кликнуть на вот этот прямоугольник обрезка еще раз и если мы не хотим использовать пропорции которые нам предлагают light room нам необходимо кликнуть вот сюда на замочек душка замочка откинулась и это говорит о том что наша рамка стала произвольная и мы теперь можем сделать crop таким каким посчитаем нужным вот смотрите давайте мы уберем лишнее из изображения вот такой crop мне кажется наиболее интересным кликают enter все друзья с этим инструментом мы разобрались все достаточно легко и просто в следующих уроках мы обязательно изучим другие инструменты этой панели сегодня мы на этом останавливаться не будем сегодня мы изучаем базовые навыки обработки фотографий и так друзья crop мы сделали мы подготовили фотографию для обработки теперь на наш снимок по крайней мере приятно смотреть он ровненький аккуратненький подрезанный скропленный двигаемся дальше давайте рассмотрим другие инструменты основных настроек и так у нас есть контраст света тени . белого . черного давайте первым делом поработаем с точкой черного и точкой белого вы конечно же можете эти точки делать на глаз когда вы раздвигаете их точку черного двигаете влево точку белого двигаете вправо у вас увеличивается контраст изображения но при этом теряются детали темное становится слишком темным светлое становится слишком светлым поэтому для того чтобы технически правильно выставить точку черного и точку белого мы действуем немного по-другому для того чтобы вернуть ползунок в исходное положение необходимо просто навсего кликнуть на него два раза и он возвращается в центр все мы вернулись к исходному положению и теперь давайте действовать следующим образом зажимаем кнопочку alt подводим курсор к точке черного и теперь ползунок двигаем влево или вправо но скорее всего влево до того момента пока не появятся первые черные пиксели в моем случае двигать не нужно как вы видите у меня ползунок стоит посередине а черные пиксели заметны в левом углу давайте друзья для наглядности откроем вот это изображение зажимаем кнопочку alt двигаем точку черного и вот как только у нас появляются черные пиксели в данном случае на минус 19 мы с вами отпускаем alt левую кнопку мыши таким образом выставляется точка черного вернемся к нашему изображению и так друзья теперь тот же самый метод мы применяем для настройки точки белого зажимаем кнопочку alt и двигаем точку белого вправо до того момента когда у нас начнут появляться первые белые пиксели отпускаем alt и точку белого и так друзья после того как мы выставили с вами точку черного и точку белого теперь необходимо поработать со светами и тенями и эти два ползунка отвечают за светлые области и за темные области и я недаром подобрал это изображение потому что здесь очень видно как работают эти ползунки и так давайте мы берем ползунок света и постепенно уводим влево и обратите внимание как светлые области стали отображаться на изображении информация в светлых областях стала читаться исчезли светлые блики и мы таким образом добавили информации в светлые области нашего изображения не обязательно этот ползунок двигать до минус 100 это уже будет зависеть конкретно от каждого изображения и конкретно от результата который вы хотите получить далее друзья ползунок тени обращаю ваше внимание вот на левую часть по диагонали снимка двигаю ползунок тени вправо и обратите внимание как у нас из тени появляется вся информация которая до этого была скрыта и как вы помните из первого урока есть такая кнопочка слэш возле энтера и мы всегда можем посмотреть какое изображение было в исходном его варианте и так давайте посмотрим было стало было стало ну что ж уже неплохо я показал действие ползунка света и тени информацию из тени всегда доставать очень приятно и интересно но фотография может стать плоской и некрасивый поэтому я вам не советую этот ползунок выставлять на плюс 100 но исходя из своего опыта обработки я вам могу сказать что как правило ползунок тени у меня стоит где-то в районе 70 80 так мне кажется фотография более объемные более интересное теперь друзья давайте поработаем с контрастом но мы не будем пока по крайней мере двигать ползунок контраста мы перейдем с вами кто новый кривой и нам понадобится значение rgb здесь мы видим дубликат нашей гистограммы вот так она вот выглядит долго и нудно про кривые я вам рассказывать не буду я только лишь обращу ваше внимание что за счет кривой за счет кривой дорабатывают контрастность изображения и это тоже все достаточно индивидуально каждый фотограф здесь используют какие-то свои инструменты но самый наиболее распространенный инструмент добавление контраста в изображении это так называемая с образная кривая и так друзья пока она у нас прямая расположена по диагонали вот в этом месте находится самый черный пиксель самое темное изображение вот в этом месте находится самый белый пиксель здесь также находится . черного и . белого еще раз самый черный пиксель и самый светлый самый белый пиксель и для того чтобы получить контрастность изображения как я уже сказал выставляют с образную кривую итак друзья для того чтобы удобнее работать с кривой необходимо использовать также кнопочку alt зажимаем кнопочку alt теперь наши действия не такие резкие мы можем двигать нашу кривую плавно в самом центре находятся средние тона давайте мы их зафиксируем мы их трогать не будем удерживая alt точку белого опустим немножко вниз прям совсем чуть-чуть тем самым наши светлые области еще больше будут показывать ту информацию которая в них содержится теперь удерживая кнопочку alt мы подтянем вниз вот эту часть кривой не сильно у нас появляется сразу вот такой вот интересный контраст если мы с вами подвинем точку черного вверх мы можем получить слегка такие матовые не такие жесткие тени друзья двигая кривую обращайте внимание на какую область действует та или иная . и чем больше точек вы выставите на кривой тем более тоньше ювелирно вы можете проработать ваше изображение конечно учитывайте насколько это целесообразно итак друзья давайте мы сделаем вот слегка потемнее вот в этом месте здесь чуть-чуть поднимем вот такой контраст мне кажется будет достаточно я даже наверное не буду пользоваться теперь кнопочкой контраста и так друзья с кривой мы поработали в каналах мы сегодня работать не будем это будет отдельный урок я вам расскажу как тонировать как работать с кривой непосредственно в цветных каналах давайте мы сразу закроем тоновую кривую она нам больше не пригодится теперь давайте посмотрим действие других ползунков и так у нас осталось вот эта область которая называется коррекции дополнительно и здесь мы видим с вами текстура четкость удаление дымки сочность насыщенность удаление дымки достаточно такой интересный инструмент я вам честно скажу что я как правило его не использую этим инструментом можно также немного добавлять контрастности но пользуйтесь им достаточно осторожно не во всех случаях этот инструмент дает какой-то интересный нужный и скажем так полезный результат вот текстура и четкость давайте посмотрим как работает инструмент текстура и так если мы будем двигать ползунок влево то как вы заметили изображение становится расплывчатым соответственно если мы будем двигать ползунок вправо то у нас проявляется вот такая вот мелкая текстура и легко наблюдать вот здесь на плитке легко наблюдать на колоннах давайте посмотрим еще раз и так сейчас я верну в исходное положение плавно двигаю вправо а вы смотрите как будет отрабатывать этот инструмент вот на этих колоннах и так двигая вправо обратите внимание как у нас стали проявляться все трещинки все неровности на этих колоннах но при этом этот инструмент затрагивает не только конечно же колонны абсолютно все изображение и изображение в том числе кожи людей она конечно же в этом случае теряет свою естественность мы получаем такой вот жесткий hdr с этим эффектом нужно работать крайне аккуратно я не советую вам выставлять его очень сильно как правило значение 15 20 достаточно для того чтобы добавить немножко текстурки проявить мелкие детали в светах и тенях и так плюс 20 текстура будет достаточно итак друзья четкость ползунок четкость отвечает за микро контраст то есть он локально добавляет контраст средние тона изображения с этим ползунком тоже нужно действовать аккуратно если вы будете им злоупотреблять вы получите вот такой вот неестественный какой-то непонятный контраст поэтому трогать его совершенно не обязательно это всего лишь ваш вкус работы над изображением я четкости как правило добавляю ну совсем чуть-чуть буквально значение 5 всегда достаточно и так теперь у нас есть два ползунка сочность и насыщенность чем же отличаются эти ползунки ну во первых этот и другой ползунок у нас отвечает за насыщенность разница лишь в том что ползунок насыщенность увеличивает насыщенность на всем изображении абсолютно все цвета равномерно получают увеличение интенсивности вернем в исходное положение давайте посмотрим что будет если мы ползунок сочность уведем полностью вправо и вы наверное обратили внимание что ползунок сочность повышает насыщенность не везде совершенно верно ползунок сочность повышает насыщенность лишь в средних тонах изображения конечно же он затрагивает и все изображение но больше он повышает насыщенность именно в средних тонах и поэтому друзья когда вы обрабатываете свои фотографии не забывайте обращать внимание на следующий факт что такое средние тона средние тона это вот кожа человека это небо это вот какие-то места которые скажем так и не очень светлые не очень темные средний и так друзья как же правильно работать с этими ползунками для того чтобы красиво и корректно поднять насыщенность в большинстве изображений вам достаточно будет убрать насыщенность ну где-то примерно на минус 20 25 но при этом поднять сочность сочность можно поднять побольше но сразу друзья не делайте изображение слишком насыщенным потому что не забывайте на впереди еще работать с цветом в большинстве случаев 35-40 значения будет достаточно итак друзья мы с вами закончили основные или базовые настройки фотографии теперь мы непосредственно будем переходить к работе с цветом и первое что мы сделаем мы еще буквально на мгновение задерживаемся здесь в основных настройках и перед тем как мы приступим работать светом мы с вами подберем профиль